Пресс-конференция началась с отчета о работе областного правительства за последние 9 месяцев. Глава региона Игорь Кобзев отметил большой скачок в развитии медицины. В период борьбы с новой коронавирусной инфекцией в Иркутской области многие лечебные учреждения оперативно сменили профиль, а высокую мобилизацию медперсонала и вовсе отметил министр здравоохранения России, который на днях побывал в столице Приангария. В этот период правительством были правильно определены точки, в том числе стимулирования работы медицинского сообщества. Мы одним из первых сказали, и я своим решением, что это будет двойная оплата тех, кто лечит ковидом. И самое главное, мы в этот период сформировали тот кадровый резерв, который нам необходим. Более 27 у нас лечебных учреждений было перепрофилировано. И в этот период мы понимаем, что у нас зарегистрировано более 17 тысяч заболевших. В период пандемии финансовую поддержку правительства получили также представители бизнес-сообщества и семьи с детьми. Глава региона Игорь Кобзев отметил, что несмотря на госдолг почти в 21 миллиард рублей, а это десятая часть дохода Приангария, обязательства по выплатам и премиям будут выполнены полностью. Кроме того, ожидаемого роста царифов на электроэнергию в регионе не предвидится. У меня позиция одна. И я эту позицию уже высказывал на всех уровнях. И когда Валентина Ивановна предложила выровнять тарифы средние по территории, нам это неприемлемо, потому что у нас без альтернативный источник. У нас люди не только используют как электричество, но и как отопление. Они не заинтересованы в получении этой жизненно необходимой вещи. У меня есть возможность это донести. И показать это графически, показать это фотографиями, как живут люди. Здесь нужно понимание. Это мнение жителей, и я эти мнения буду поддерживать всегда. Вопросы журналистов, которые прозвучали в ходе пресс-конференции, касались разных сфер – экологии, сокращения незаконных рубок, строительства спортивных и социальных объектов, поддержки аграриев и предстоящих выборов. Отвечая на них, глава региона Игорь Кобзев подчеркнул, главная задача – стабильное развитие региона. К примеру, Байкальск после решения основной проблемы утилизации карт-накопителей должен стать центром оздоровления и туризма. Кроме того, уже в этом году регион получит финансирование национальных проектов цифровая экономика и производительность труда и поддержка занятости. Ирина Шавлюк, Дмитрия Новопашин. Местное время.